Македонку избавили от сточных вод, которые поступали через несанкционированное сооружение. Пресечь загрязнение реки удалось благодаря совместной работе администрации Люберец, Министерству экологии и природопользования Московской области, а также жителей округа. Подробности далее. Под толстым слоем снега труба, через которую загрязняется главная водная артерия Люберец. Несанкционированный сброс канализационных вод обнаружили местные жители и сразу дали сигнал. Далее к работе подключились специалисты по охране окружающей среды. Был найден нарушитель, вину которую не отрицал. Он был уведомлен о правонарушении, которое сделал. На сегодняшний день он собственными силами будет демонтировать данный сброс. А еще оплатит административный штраф за урон, нанесенный водному объекту. В этом случае он составляет 1000 рублей, так как нарушитель – физическое лицо. По действующему законодательству штраф оплатят в течение 60 дней. С учетом 10 дней на обжилование. Наложение административного штрафа – не сама необходимость. Главное – прекратить несанкционированный сброс. Чтобы добиться этого, представители рабочей группы регулярно проводят рейды. В 2020 году на территории Люберец выявили 24 несанкционированных сброса в водные объекты. Все демонтировали. По словам экологов и представителей Министерства Московской области, работа в этом направлении будет продолжаться. Григорий Ворванин, Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.